Итак, всем привет, с вами Добгейм. Мы продолжаем играть за Германскую империю в Кайзеррайх. В прошлой серии мы тут воевали в различных местах с Интернационалом достаточно успешно. В итоге у Интернационала практически нет союзников в мире. Ксения говоря, то, что я упустил Филиппины, вступили в Интернационал, но для нас это мало что значит на самом-то деле. Плату у них все равно нету, собственно говоря. И нам уже можно потихоньку, так как приближается 40-й год, перевозить какие-то силы в Дублин. И уже из Ирландии начинать планировать выездки в Британский Союз. Здесь у нас в основном будут, наверное, процентские силы сдерживаться. Но это до того момента, как у меня закончится обучение моей танковой дивизии, который мне еще предстоит, конечно же, модифицировать до более-менее нормального шаблона. В любом случае, поехали. В Страингере происходит федерализация. Она объединяется в один большой комочек. На самом деле неплохо. Не вижу только, почему остальные страны не присоединились. Ну, может, там что-то по фокусам или еще что-то, но как минимум, эти, это уже приятно. И Австралия-Венгрия потихоньку станет более-менее приятной страной. И поскольку она плюс-минус наш соединник, это неплохо. Тут, видимо, одно из событий, которое может начать войну. Можно формально извиниться, либо подготовить войска. Ну, давайте мы извиниться, потому что это потратит меньше политики. И нам буквально немножко надо подождать до нашего милитаризма, который даст нам плюсские ресурсы. А вот, кстати, у нас появилась информация о том, что Российская империя обосновает цели войны против нас. В принципе, как раз по таймингу. Примерно. Единственное, я ожидал, что Франция атакует нас первее. Но это значит лишь то, что нам стоит просто перепроверить все наши войска на границах. Возможно, буквально чуть-чуть их доучить до уровня. Убрать у них вот этот минус 25%. И мы плюс-минус готовы к бою. Итак, вот оно. Приготовиться к войне. Россия на нас наконец-таки напала. Франция будет буквально следующей. Буквально сразу же. Следовательно, нам стоит уже переоборудовать здесь наш флот. Мы как раз успели начать мобилизовывать население благодаря милитаризму. Это нам очень пригодится здесь. Можем мы сейчас призвать всех наших союзников. Обычно кто-то не призовется. Но потом повступает. Ничего. И можем начать вступление в Россию. Параллельно нам нужно наш флот немножко переместить. Плюс авиацию над Россией поставить все. Говорите, хочется пить рейс-пакт. Ну, почему бы нет? В целом, вроде у нас здесь более-менее зеленое все. Но мы еще не всю авиацию досылали. Мы еще разворачиваем потихоньку. Вот и Франция объявила нам войну. Нам стоит сюда авиацию перебросить побыстрее. Наш флот на самом деле ремонтируется после учений, которыми я фармил опыт. Так что пока что он находится в доках. Не спешим его выводить, чтобы ее не потерять. И в целом у нас на самом деле здесь неплохо все держится. Я ожидал, что будет чуть-чуть пострашнее. Еще только единственное, нам нужно туда побольше авиации перебросить. Здесь на Восточном фронте в принципе у нас хватает истребителей. Нужно перебрасывать их на запад. Вот предлагается сотрудничать с Антантой. Ну, давайте по приколу встретимся. Но я не думаю, что что-то из этого получится. Итак, тут происходит, что мы хотим потребовать от Антанты. Давайте, если в принципе Франция вступит в наш рене, пускай соглашаются. Точнее, тогда мы сможем вместе сотрудничать. Так. Румыния там что-то объявляет, кому не пофиг. Что-то случилось с фронта. Они пробили одну провинцию. Так, потребуем ли мы большего? И от Эльза с лотеринки. И тогда все, и мы готовы. Так, ну, и я думаю, этого хватит. В принципе. Там к нам пытаются всаживаться, но это все смешно. Так, ну, мы продолжаем потихоньку наступать на восток. В принципе, достаточно неплохо. Россия там несет потери. Авиация у нас, самое главное, здесь сражается достаточно удачно. Они, кстати, перебросили большую часть авиации в Прибалтику из России центральной. Ну, а здесь мы тоже очень успешно сбиваем вражеские истребители благодаря, в основном, заранее построенной радарной станции. Можно, кстати, чуть-чуть улучшить. Так что наш флот отремонтировался. Тут доремонтируется только вот этот устаревший флот Ост-Инди, Ост-Ази. А также часть подлодок. В принципе, мы уже подлодки можем вывезти, чтобы топить все, что идет в Норвегию. Сюда идет достаточно много. Здесь все-таки есть различные войска Франции. А самое главное, мы сейчас начнем пытаться стревать в бои с какими-то разрозненными силами, разрозненными флотами интернационала. И я надеюсь, будем побеждать. Встретили мы очень плотный флот Франции здесь вот. Сначала нам было их немного, но я так понимаю, у них была миссия поддержать свой флот. И успешно мы их отправляем на дно. Минус французский флот как минимум. Ну и подлодочки потихоньку пытаются свалить, и я думаю, свалят без проблем. Свалят же? Да. Очень приятно. Здесь гордость флота была, я так понимаю, в Франции и еще что-то. У нас флот можно отправить на британский флот. На самом деле, у них очень мало в корабле прикрытия. Я думаю, мы сможем без проблем и этот флот также разгромить. Единственное, у нас резко закончилась нефть. Надо пополнить. Вот началась заруба между нашими флотами. Судя по всему, мы вроде бы побеждаем. По орудиям у нас превосходство, по торпедам тоже. И они отступают. Я вижу, что кому-то мы уже понаносили урон, чуть-чуть начали топить. И да, мы начали громить британский флот. Собственно говоря, очень успешно, очень неплохо. Теперь можно из этого боя выходить, в принципе, потому что здесь одни подлодки. А, ну, они выйдут, наверное, быстрее от нас. Да? Да. У нас даже иконка проигрыша, хотя это совсем не так. Стоит наш флот, собственно говоря, на починку отправить. Он, в принципе, и отправился. Нам не надо рисковать нашим флотом. У них все-таки его чуть-чуть побольше. Здесь можно даже переключиться на скорость ремонта. И поставлен наш флот до следующей вылазки. Вижу, я здесь несколько неприкрытых авианосцев. И наш флот, вот этот вот, он более-менее целый. Это другие части у нас отделились на ремонт. Отправляем на перехват. Я думаю, мы успеем его потопить до подхода подкреплений. Так и есть. Только что Британия потеряла три своих авианосца. Обмен на... Что это? Опять наших поддонных лодных? Супер обмен. А тем временем, пока первый наш флот чинится, можно начать действовать вторым флотом. Дадим ему более-менее хорошего генерала. Точнее, адмирала. Тут это выглядит более-менее. И, несмотря на то, что он чуть-чуть устрел, я думаю, мы все равно сможем разбить вот этот британский небольшой флот. А британцы успели отсюда отступить, значит, не успеем разбить. Ну ничего, мы дождемся следующей стычки. Допустим, вот эти легкие крейсеры. Ну, конечно, таким образом мы будем сейчас разбивать весь флот. Тем временем на востоке мы уже под Москвой. Очень неплохо. Вот, опять, когда кончилась нефть, надо будет сейчас реорганизовать что-то. Я стараюсь покупать нефть без конвоев, потому что их будут топить где-то здесь, здесь, а я не могу контролировать так далеко. Но в целом плюс-минус нам обычно хватает. Ну и здесь на западе мы просто стоим, ждем, пока достроится танковая армия, плюс пока Россия капитулирует. Вот мы взяли Москву и не собираем останавливаться, и будем продолжать наступать. Собственно говоря, единственное, что, конечно, очень много нам придется захватить, чтобы реально капитулировать Российскую империю. Вот мы и взяли Петроград. Параллельно, кстати говоря, мы здесь уже очень много кораблей потопили, до той степени, что я уже наши большие корабли спокойно отправляю на конвои, потому что конвоев много, а корабли наши свободные. Кстати говоря, я только что заметил, что британцы попробовали высадиться в Ирландию, мы им, конечно же, сейчас помешаем. И, я думаю, уже подходит время высадки в Британию. Забавный факт, Антанта не бесполезная, тем временем Антанта не сколько капитулирует. Штаты, кстати, судя по всему, синдикалисты проиграют и победят Тихоокеанские штаты. Это, в принципе, вариант, который нас устроит. Нам не нравятся вот эти две страны, это вполне себе подойдет. Тем временем здесь мы все еще прорываем, все медленно, это Россия, все как обычно. Потери пока у нас умеренные, на море у нас пока все отлично, мы не теряли вообще больших кораблей, флоты наши все так же сохранены, здесь же как раз таки больших кораблей почти не осталось, но зато есть куча подлодок. Собственно говоря, исходя из этого, мы тоже достроим все наши корабли и начнем производить подлодные лодки, чтобы вступать именно таким же образом. Еще сквозь время мы прошли и взяли царицы. Что-то типа Сталинграда. Жесть, конечно, долго мы в Россию проходим, но в принципе достаточно ожидаемо. Но все еще я хотел бы закончить с Россией, прежде чем пытаться высадиться на западе, потому что войск у меня свободных особо нету. Конечно, у меня вот-вот и подгадается армия, но я бы ее хотел на север отправить, но может быть я отправлю ее на запад. Сейчас посмотрим, подумаем, потому что здесь тоже как бы неприятная такая вещь в виде Норвегии, но ликвидировать в Британский Союз было бы тоже очень выгодно. И я решил, что пора попробовать высадить в Британию, потому что здесь мы можем все сделать за один удар. Отправили мы армию нашу из Бельгии в Ирландию. Здесь на прикрытии у нас первый флот, второй флот именно конвоя. Первый ждет сигнала, если что, вмешается. Ну и я надеюсь, что сможем мы спокойно пересечь Ла-Манш. Все-таки воздух мы здесь перебили. Как вы можете видеть, очень много самолетов мы по уничтожали. Я не думаю, что у них будет какая-то авиация или флот перехватить нашу армию здесь. Так, одну дивизию все-таки флот, а точнее подлоски британские смогли перехватить, но все остальные успешно добрались без потерь. Единственное, теперь у нас намного больше транспорта, сюда надо для снабжения, а у нас как раз с конвоями и так некоторые проблемы, которые я хочу порешать, но как только дострою флот, я, в принципе, чуть-чуть подумал и решил, что стоит сделать вот так, чтобы уже начали конвои строиться, опять нефти надо подзаказать и пора усаживаться в Британию. Вот мы стартуем нашу выставку, параллельно подтягиваем еще одну армию, которая вступит на эти земли после того, как мы займем какой-то плацдарм. Кроме того, стоит переключить армию, точнее флот, в поддержку вторжения. Как только освободится, он сюда подплывет. Хотя я вижу, что мы и без этого вроде должны справиться, особенно если нам не помешает чертовы подлодки. Ну, вроде бы справляемся. Докинули сюда авиацию и все стало намного получше. Единственное, надо все еще переплыть. Но вроде мы смогли добраться. Кстати говоря, нам тут очень много так, пока не поднялись, не заключаем. Вот с остальной все принимаем. У нас очень много лент-лиза к нам летит. Это очень приятно. А самое главное, что к нам летят конвои. И мы немножко начали хоть дышать. Там против нас японская империя собирается воевать. Неприятная новость, но что поделать. Нужно будет об этом задуматься и возможно перебросить туда один из слотов. Вот мы взяли Лондон. Успешно Британия потихоньку падает. А вот и капитуляция. Ура! Теперь можно заняться Францией. А вот эту армию перебросить как минимум в Швецию. А основными силами заняться Францией. Наконец-таки. Так, мы взяли Британию. Почти взяли Россию. Ну, как почти. Россия, скорее всего, пойдет на самом деле последней всех этих стран. Тем не менее, у нас еще остается Франция, Италия, полноценные страны. В США все неплохо. И еще у нас, скорее всего, будет война с Японией. Третье говоря, есть ли у них этот баф космический? Да, есть. Так вот, я думаю, для этой серии уже достаточно. Так что с вами был Допгейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно, ребят. До скорых встреч. Пока.